приветствую всех тех кто смотрит данное видео все та же студия 38 для тех кто не понял из первого видеоролика на канале речь пойдет о том чему я учился на своего на протяжении более чем 15 лет сейчас это уже взрослый парень возрасте 26 лет со своим видением и с пониманием того чему я его учил все это время многие наверняка слышали фразу что душа бессмертна но это немножко не так время не властно над над вашей душой над вашим разумом и может быть кого-то обрадую кого-то разочарую вы будете существовать вечно независимо от вашего тела качество вашего пребывания в этой вечности как раз таки зависит от вашего понимания вечность по сути это бесконечность то о чем я говорю о целостности мироздания это по факту и есть бесконечно все видоизменяется ничего не исчезает все единосущно состоит из одного материала скажу так две такие величины как время и пространство обе бесконечно по своей сути время секунда всегда прибавится пространство возьмем в любой участок неважно 6 соток земли или галактика любой участок имеет границы за пределами которых должно быть продолжение то есть заканчивается участок ваш 6 соток земли начинается участок соседа тем самым проявляется та самая бесконечность о которой и речь правда правда это не добро и не зло кстати добро и зло это первое отделение первое отделение если верить преданию старины глубокой несущая смерть как написано вкусишь смертью умрешь они же не упали мертвые телами а умерли духовно то есть начали чувствовать и переживать то с чем раньше не сталкивались у них возникли такие чувства как стыд тревога страх это то что наполняет современное общество и выбираться конечно же из этой ситуации легче вместе но можно и в одиночку я тому наглядный пример прошлом видео сказал что слово имеет огромное значение в жизни человека прежде чем вы совершите любое действие звучит сначала слова неважно представляете вы в уме какую-то картинку думаете о ком-то или о чем-то но обратите внимание как правило эта картинка с оригиналом не имеет ничего общего и прежде чем вы представите звучит название там думаете вы о покупке автомобиля название автомобиля или думаете о каком-то человеке звучит его имя и постоянное словесное сопровождение по факту человек чувствует каждое слово то что произносит он и то что говорят другие то есть то что слышит он неважно но современный человек современном обществе гонятся за яркими чувствами и переживаниями такие примеры как секс алкоголь наркотики экстремальные виды спорта то есть хочет чувствовать наиболее ярко нежели есть на самом деле а по факту он чувствует все ежесекундно ежесекундно каждое слово которое звучит мысли человека выражена чувствами или эмоциями переживаниями для примера возьмем допустим два совершенно одинаковых автомобиля один ставят на хранение в теплый сухой гараж а другой запускают работу в качестве такси естественно та машина которая работает в такси быстро выйдет из строя по отношению к той которая берли бережно хранится так вот современный человек это даже не такси это все равно что спортивный автомобиль на котором пашут землю те эмоции и переживания напрямую напрямую сказываются на продолжительности жизни человека как остановить износ вашего тела вы должны взять под контроль свои чувства и эмоции также в прошлом видео мной было сказано что каждый человек неразрывно связан друг с другом и продолжительность продолжительность жизни напрямую зависит друг от друга и от качества общения отношения человеку друг другу от его формата мышления что есть мысль человека мною было сказано что мысль это посторонний разум вхожий вашу жизнь как это объяснить наверняка большинство из вас попадали в ситуацию когда в незнакомом обществе вам было некомфортно это в результате несоответствия вашего мышления с мышлением данных людей но это все исправимо можно поправить то есть избавиться от этого чувства например вы идете на вечеринку к своим друзьям вечеринка уже в разгаре вы запаздываете приходите и соответственно испытываете какой-то несостыковку вашего духовного состояния состояние ваших друзей но впоследствии там выпили влились коллектив как говорится и все все нормально также общение с вашими друзьями то есть вам комфортно в обществе родных близких дорогих вам людей но периодически возникают разногласия возникают беспокойство дико дискомфорт агрессия ввиду вашего несогласия с вашим другом с вашим близким человеком то же самое и ваши мысли ваше мышление и мышление других людей если они схожи по определенным критериям и параметрам стало быть этот человек вхож ваше ваше духовное пространство неважно знаете вы его или нет кто есть мысли сказал что мысль это посторонний дух то есть это же не человек в теле речь идет о том что все пространство единое те кто жил ранее они существуют и ныне и ваше согласие виду вашего мировоззрение с их видением позволяет им ходить вашу жизнь более конкретный пример допустим крепко пьющий человек умирает но потребности связанные с алкоголем у него остаются возможности удовлетворить их уже нет и соответственно этот дух ищет близкого себе по духу такого же пьющего находящегося в теле и отселяется к нему можно так сказать отсюда и тяга к алкоголю и растущая потребность человек пьющий со временем есть его не остановить он пьет все больше и больше что приводит его в конечном итоге в могилу также среди религиозных направлений существуют так называемые святые которые при жизни на земле опять-таки это их слова готовятся к загробной жизни ограничивают себя в потребностях земного характера связанных с телом то есть ограничено в алкоголе виде соответственно и в плотских утехах тем самым они не допускают то негативное что влияет пагубно на душу человека что такое душа человека есть выражение многие услышали и многие говорят его пока не увижу своими глазами не пощупаю не поверю как же пощупать душу ваши чувства и эмоции которые вы испытываете в течение дня связаны не только с телом это такие как холод жара голод сытость но также вы испытываете те чувства и эмоции которые напрямую несут духовную составляющую такие как ревность радость злость доброжелательность также такой фактор как боль можете ли вы пощупать боль или увидеть ее представьте вы ударили мизинец об дверной косяк многие сейчас испытали не ту самую боль связанную с этим действием но то предвкушение более то ощущение этого действия и вот это предвкушение есть не что иное как духовная память знания ведь речь идет о законе и знание его исключает процесс мышления всякое знание пока вы учитесь чему-либо например водить автомобиль вы размышляете где включить поворотник притормозить и так далее все в таком же духе но как только вы овладели искусством вождения автомобиля вы ведете его не задумываясь можете размышлять о посторонних вещах думать о ком-то о чем-то говорить по телефону все что мной было сказано это не ново об этом написано в этом говорили другие об этом пели и поют сейчас такие исполнители как цой шевчук был такой римский император марк аврелий и после его смерти был обнаружен его дневник название труда наедине с собой если не ошибаюсь так вот там прослеживается его размышление о единстве и целостности мироздания ну также иисус естественно возлюби ближнего своего как самого себя между прочим это самый кратчайший путь познание истины есть это плоть моя опять это кровь моя каким судом судишь таким и ты судим потому что если человек научится относиться к ближнему своему с пониманием бережно трепетно то перестанет вредить всему он не нанесет вред не животному не растению то что вы должны понять основное что чудо не будет речь идет о понимание понимание нельзя купить нельзя подарить и понимание не приходит с прощением то есть вам придется проделать работу очень скрупулезную и желаю удачи вам на этом пути всего доброго